Друзья, как вы думаете, дрожат руки у человека, который только что, ну как только что, позавчера, выполнил совершенно лихой пируэт с заходом на посадку, с отказом двигателя, взлетать на моторе еще раз? Допливный кран открыт? Да. Да, почему у нас? Самолет, что ли? Я вижу. Что-то с движком почему-то стал двигатель. Сейчас будем разворачиваться, заходить. Я сейчас так... Только мне на колдунную не ловился. За*** сели. Я отношусь к этому философски. На планер есть страховка. У меня куча полей впереди. То есть, если есть высота, куча полей сзади. Все хорошо. То есть, если ты летишь, думая всегда, что час откажет двигатель, то даже летать после отказа двигателя не страшно. Погнали, посмотрим. Фух. Хотя, конечно, волнуюсь я. Закрываем философски. От винта. Свердлый ботинь, где Виктор Дагуляш, Кистенор. Свердлый ботинь, где Виктор Дагуляш, Кистенор. 7600, отлично. Конечно, не Виктор с его скороподъемностью, но летит. Мотор звэр. Звэр. Не хочет он становиться вертикально. Надо увеличить скорость полета. Компрессия, огонь. Все, встал вертикально. И теперь я нажимаю на тумблер уборки. Если на вепре все автоматически, как вы помните, то здесь полуавтоматически. То есть, присутствует вот этот элемент, когда я должен реально отвлечься, убедиться, что винт вертикально. На ДГшке, конечно, удобнее. Щелкнул тумблером и забыл. Дальше он сам найдет вертикаль, сам затормозит, сам уберется. В этом отношении, конечно, очень удобно. Ну что, снова в воздухе оказаться прекрасно. Это как дома. Если вы думаете, что я там боюсь чего-то, да нет. Я просто верю в технику, верю в себя. Не вижу препятствий. Так, ну что, Капайло, ты готов порулить? Смотри, птичка. Ва, такая жирненькая. Ва, красотка. У нас, друзья, водятся птицы. Называют их, по-моему, грифы какие-то здесь или что-то в этом роде. Тут есть прям грифья ферма. И в такую погоду они часто прилетают, ну, зачем-то полетать. Я не знаю, что они тут ищут. Жатву какую-то или еще что-нибудь. Но посмотрите, как они красиво полетают. Они очень радуются, когда мы к ним прилетаем. Потому что показывают, что, о, даже такая хрень может летать. А ферма, я вам сейчас покажу, где она есть. Это снизу какой-то тоже еще птица. А вот, тут, куда крыло показывает, там сарайчики такие с солнечными батарейками на крышах. Вот там как раз ферма. Эти птички там ночуют спокойно. Их немножко подкармливают. И они улетают сюда летать, тусоваться. Хребет даже, кстати, работает в нолике. Я сейчас нырну под облака, пройдусь вдоль склона. Соскучился я за две недели по принцессе. За полторы. Надо дать, должно лететь. Это, конечно, поприятнее, чем вепрь. Все-таки современный планер. Это и есть современный планер. Ну, есть шансы, что от путь-путь-путь с мотором не должно быть проблем. Потому что, вроде как, починили электронику. Благодаря моим многократным нештатным ситуациям, говорят, что Outro Engine нашел причину. Сейчас поменяли прошивку во всех. Даже вышел бюллетень Ясок, по которому должны быть заменены все программные обеспечения на всех планерах, на которых стоит этот двигатель Outro Engine E50R. Так что, хоть я и ругаю, но, видите, хоть что-то делают. А почему я так летаю близко к рельефу, друзья? Ну, потому что я каким-то таким образом и тренирую возможность летать близко к рельефу, рассчитывать расстояние до рельефа, чтобы в критической ситуации, вот как когда было, иметь возможность спокойненько завернуть такой разворот, который я считаю нужным. Вот не нужно мне энергично развернуться. Если у меня есть скорость, а скорость у меня есть, то, соответственно, я беру и разворачиваюсь. Хочу скалу перепрыгнуть, которая, например, впереди вырастает. Я беру ее и, вот так раз, ручку на себя, оп, и перепрыгиваю. Это же удовольствие, такой-такой полет. Только надо скалу видеть, так сказать, впереди. Когда под брюхом скала, уже маневрировать нужно крайне аккуратно. Еще разочек, хочешь такой этот? Да, классно. Давай вниз, смотри. Сейчас 150 скорость. Вот она растет, 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 растет. Выходим на деревья. И вот как холм, с таким же уклоном и мы. Разгоняюсь по себе на 200, 210, 220. И потом так. Йоу! И выплескиваем энергию. Класс, обожаю такое. Хороший пилот должен чувствовать энергетику планера и должен уметь разменивать как скорость на высоту, так и высоту на скорость. То есть, когда я лечу над аэродромом, мне важно не на какой высоте я лечу, а с каким сочетанием скорости и высота я лечу. Я могу быть на 5 метрах над аэродромом на 250 км в час, и я знаю, что в этом случае на скорость 120 у меня будет 300 метров над аэродромом. Так что, все это весьма универсально. Чтобы моему другу Вадиму хоть какое-то удовольствие доставить, друзья, решил я слетать, во-первых, низенько в город Сер. Так как планер, видите, у нас обладает волшебной энергетикой, наша принцесса. Вот город Сер, в котором мой сын Максимочка учится. Мы сегодня выходной, в школе нет никого. Вот так можно пройти над городком, увидеть, какое ущелье по дороге к нашему аэродрому. Кажется, не долетим. На самом деле, раз в 10 еще долетим, и еще кучу всего сотворим. Что? Аэродром-то вот. Ну, понятно, но знаешь, как народ нервничает? А вы не долетите. А что с вами будет? А так далее и тому подобное. Закрыл, а на два поставил, чтобы меньше энергии тратить. Скорость сейчас 200. И вот я еще могу не только долететь до аэродрома, я еще могу вам показать электростанцию. Вот самая первая электростанция на районе, которая тут была. Вот так она выглядит. Давно разрушена, конечно. Шасси надо выпускать? Шасси потом. Я же низкий проход сначала делаю. Я вот сейчас скорость 200 держу. Постепенно снижаюсь, снижаюсь, снижаюсь. И сейчас пройду над теми полями, на которые должен был приземлиться, если что. Вот скорость 250 я поставлю. Вот наша избушка. Никто сегодня не летает. Весь аэродром наш. Вот я на скорости 250 ухожу в поля. Вот, по идее, на вот эти поля мог бы приземлиться, если что. Но не стал. Сейчас уменьшаю скорость. Выпускаю шасси. Переставлю на закрылок на положение лендинг. И уже, наверное, вот в такой позиции выпускаю полностью тормоза. Сейчас буду низко быстро снижаться, делая разворот одновременно. То есть сейчас вот я вам показываю, что как можно принять решение на посадку и, например, не используя никакую коробочку, спокойно зайти. Я всегда так захожу в последнее время, коробочку и так умею. И делаю это исключительно из тех соображений, что я могу в этом случае достаточно быстро развернуться, особо не заморачиваясь с вот этими длинными проходами и так далее. Я плайнер это чувствую на вираже. Это исключительно большой налет. То есть понятно, что если налет меньше, никакого смысла так злобствовать и извращаться не стоит. То есть нужно выполнять все как положено и потом постепенно, немножечко, может быть, отходить от стандартных процедур, чтобы расширить границу своих возможностей. Или, допустим, тренироваться с тренером каким-нибудь хорошим. Например, такой заход потренировать, такой. И тогда вы будете немножко более свободны в своих возможностях. И, например, необходимость на площадке, заходя, выполнить какой-то странный маневр, казалось бы, для обычной посадки, это не будет казаться вам каким-то ужас-ужасом. Ну и вы будете иметь возможность, как вы хотите управлять, так и управлять. Видите, я вот сейчас доехал, развернулся, готов к следующему взлету. То есть планером и так можно пользоваться. Взлету готов. Ты доволен? Да шикардос. Шикардос? Мое состояние души какое-то сегодня неправильное. Ну ничего, может много Мюнхенского вчера? Может быть. Да, Мюнхенского много не бывает. Друзья, как есть, то есть, я еще раз скажу, соблюдайте спортивный режим перед полетами. Я вот всегда соблюдаю. Посмотрите, видите, честные глаза. Смотрим, как выходит наш мотор. Много ли мух на моторе налипло за один взлет? Ну, как вы видите, тоже немало. Можно было бы почистить винты, я бы его почистил. Если бы у меня было чем? Обычно у меня лежит тряпочка и баллон. Баллона нет, тряпочка для фонаря и нельзя пользоваться. Ну ладно. Винт завтра будем обязательно мыть, потому что был у меня незабываемый случай, когда сам планер не летел уже из-за винта. То есть настолько было много мух на винте, что они создавали такую бахрому, и винт не тянул реально. Обороты высокие, а тяги нет. Для того, чтобы чистить мух в полете, вот он, мухосборник. То есть здесь такая хитрая лесочка под углами натянута. Сейчас он не деактивирован. А так он обычно отпрыгивает и начинает ехать по крылу. Вот так. И вот эти головки мух срезать. То есть увеличивая качество. То есть все равно там что-то от мух остается, но они, по крайней мере, бахромы вот этой нет. Вот наш мотор после ремонта. Что здесь было? Как вы видите, была трещина на крепление глушителя. Но это неудивительно, потому что на моторе был сбой на датчике какого-то там кислорода. Чего-то там. Из-за этого мотор запускался. Иногда работал с вибрациями. В конце концов, из-за этого он отказал. Надо было сразу, как только стало поведение его что-то странное. Ну, оно было странно до определенной степени. То есть он заводился. Пару секунд, там, 5-6 вибрировал, что чаще всего нормально. И потом работал ровно. Но, возможно, как раз вибрировал он чуть больше нормы. Из-за этого и накрылось крепление. Так-то вообще, чем славится банкель? Тем, что он как раз не вибрирует. Все хорошо. Все в норме. Натяжка ремня хорошая. Охлаждающая жидкость. Охлаждающая жидкость. Вот она, полный бачок. Но он должен быть на холодную, там должен быть сантиметр. Сейчас, так как мы второй повторный вылет делаем, горячий мотор, то может быть и меньше, больше. Самый смешной отказ был у меня, друзья, вот из-за этого патрубка. Здесь место перегиба. И раньше ставили такую вот, как термоусадку, что ли, на эту трубку наклеенную. И она помогала хорошенько закрепить хомут здесь. И так это проэкспериментировали. Сделали чуть по-другому. И вот на такой эксперимент нарвался я. У меня здесь просто рассоединился патрубок и начал подсасывать воздух. А так как стоит здесь датчик расхода воздуха, я так понимаю, этот датчик начал врать, и мотор перешел в аварийный режим. Тупо встал на 6,5 тысяч оборотов, и не было тяги. Так, собственно, я прервал еще один взлет. Поэтому, когда я говорю о пяти отказах двигателя, это пять отказов двигателя только с отрывом от планеты. А еще было, ну, как минимум, три случая, когда я просто видел, что что-то не так с мотором, останавливался и разбирался, что же не так. Вот один из случаев был разрушение вот этого патрубка. Закрываем фонарь. Так, взлетный, закрывок на двоечку. Тормоза проверили. Фух. Да, друзья, так обидно бывает, что какой-то дурацкий патрубок может быть причиной отказа вашего двигателя. От винта. Запускаем двигатель. Ровненько, без всяких вибраций. Замечательно. Разгоняемся. Скорость 60. Обороты 7200. Норма. Скорость 80. Обороты 7400. Очень хорошо. Оп. Оторвались. Пошли в набор. Обороты 7600. Тоже нормально. Вот вышли из зоны попутного ветра. Чуть уменьшил обороты, чтобы мотор не насиловать. Вот туда бы мы садились. Вот, друзья, эти пресловутые провода. Вот это дерево, которое мешает на посадке. И вот этот такой грызок поля, на который, в принципе, мы могли блюхнуться. То есть здесь, если смотреть здесь, то места достаточно много. А так, если подумать, то достаточно мало. Ну, хороший запасной вариант был бы. Поле с одуванчиками. То есть надо было бы перелететь провода и дальше сориентироваться вот по диагональке так вот. Вот как крыло чертит. Наискосок вот туда с запасным полем с пахотой. Ну и потом, конечно, провода. Очень большой минус. Ну, в принципе, есть промежуток между проводами. Вот там уже можно было под ним выкатиться через дорогу. Конечно, здесь нельзя шасси, но что делать? Ну что, Жень, как тебе принцесса? Завораживающая, прекрасная. И чувствуется, что опасная. Опасная? Да. Ну, это только кажется. На самом деле она с точки зрения безопасности ничем не хуже ДГшки. Потому что, если брать идею с потерей скорости, то она так же не валится в штопор. Попробуй. Вот так вот. Да-да-да-да-да. И медленнее, медленнее, медленнее. И летит, 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 летит. Видишь, она парашютировать начинает. Но не валится. То есть у меня нет такого злого сваливания, как на какой-нибудь там, например, янтаре. Давай я сейчас немножечко отойду от склона. И тебе покажу немножко повеселее. О, видишь, и потом вернемся в поток. Вот где поток стоит. Друзья, у нас такой денечек. Дурака повалять к планеру, привыкнуть. В то, что погода не очень. Ну, вот сколько мы тут отошли. Сейчас подальше немножко отойдем. Вот, смотрите, показываю. Медленный полет. Вот летит, 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 летит. Сейчас будет парашютировать. Видишь? Ну, вот она налево захотела. То есть если я ногу суну, мы свалимся полноценно. Сваливание. Ну, стопор-то, если крутится, будем крутиться высоты. Нет. А так вот, смотри, ручка на упоре. Вот она парашютирует. Вот она попыталась валиться. Если ты как только в нейтраль все отпускаешь, все прекрасно выходит. Поэтому планер очень этот безопасный. Я им очень доволен. Ну, что ж, друзья, показываю вам, как перевалы, если что, проходятся. Видите, мы с Женей застряли по одну сторону перевала. Летим очень красиво над лесочками. Я говорил, что погода сложная, поэтому так, слетать, облетать планер. А вот перевал, который отделяет нашу систему горную от соседней. И, конечно, перевальчик мы будем сейчас проходить на минимальной высоте. Здесь ручка есть сбоку. Вот она, эта вышечка. Чунь, прошли. И дальше по ущелью, к нашу долину спускаемся. Будем тянуть к аэродромчику. Ну, мы с этой достаточно долетим. А вот и поток. 0,1 метра в секунду. То есть, за одну секунду мы набираем 10 сантиметров. Это, конечно, ни о чем. Но, по крайней мере, не вниз. И в этом весь смысл. Так, дождь пошел. Смотри, прямо по курсу видишь осадки. Ага, вот это совсем мне не нравится тема с осадками. Ну, мы идем прижатыми к рельефу. Как ты еще хочешь идти здесь? Ну, тут все и видно. А? Уже и видно. Прекрасно все видно, не пасть. Движок, скорее всего, выпускать придется. Потому что можем до аэродрома не дотянуть. Сейчас попробуем, конечно. Если дождя не было, дотянули бы. И так можем не дотянуть. Сейчас здесь небольшой попутный ветер будет. Если я буду жаться к этим ребрам, то мы дотягиваем. А если я сейчас буду следовать логике, типа, расслабиться и не думать, то мы не дотянем. Поэтому все спокойно. Скорость 150. Планер контролируется. Прекрасно. Деревья рядом проплывают. Что еще, хотите? А? Ну вот, друзья, опахались, может что, не долетим до нашего аэродрома. Пришли еще запас высоты есть. Не знаю, как насчет выпарим. Но, по крайней мере, осмотреть полосу и не садиться с прямой мы можем себе вполне позволить. Почему не хочу заходить с прямой? Потому что хочу попробовать холмик. Может, с него выпарю. Посмотреть аэродром. Нет ли на нем ничего плохого. Посмотреть ветер. И вот над этим холмиком очень часто бывает восходящий поток. Собственно, что я сюда приперся. Смотрим, есть. Нолики-то точно есть. Мы болтаемся в районе четвертого разворота. Шучу. В районе торца полосы аэродрома. Никого, кроме нас, нет. Мы никому не мешаем. Здесь очень слабый восходящий поток над холмиком. Я подумал, почему бы мне не попытаться выпарить. Набор сейчас 0,2 метра в секунду. Высота на аэродромом где-то 200 метров. В любой момент мы можем выпустить шасси. Главное, шасси не забудьте. За это отвечает Женя. Пойти на посадку. А пока пояснение по нашему полету эпическому с отказавшим двигателем. Вот точка около Дуна, где мы приземлились. А вот потенциальная точка, куда мы могли бы уйти, приземлиться. Видите, вот провода. Крыло показывает длинь электропередач. Вот мы бы могли ее перелететь. На начало вот этого поля прийти. И куда-нибудь туда поместиться. Или уже лететь дальше, вот на желтое поле, допустим. Все это достаточно непросто. Такое решение принимать. Потому что все-таки там внизу провода. И там внизу очень сильная турбулентность. Поэтому в такую турбулентность мне не хотелось лезть от слова совсем. Поэтому было принято неоднозначное решение. Заходить и приземляться очень красиво. Но с мощным разворотом на 360. На 270 получилось в конце концов. Но мое осознанное, выстраданное. Я в принципе ему рад. А дальше, сейчас мы, наверное, выпалить не сможем. Я смотрю, что начал я снижаться. И уже 25 метров продублил от начала снижения. Мы просто зайдем с Женей коротко. Вот тем самым заходом коротким. Который я постоянно тренирую. И от которого я доволен, что у меня получается зайти быстро. И контролировать ситуацию на заходе. По дуге иду на наш аэродром. И даже выхожу дальше торца. То есть вот такими заходами неплохо тренируется выход четкий на оч полосы. Туда, куда хочешь. Но в предыдущем полете я вышел в итоге на колдун. Что меня, конечно, сильно расстроило. Потому что колдун сбивать не хотелось. Сейчас мы подлетим поближе. Ветер встречный, чуть западный. Где-нибудь в районе полосы, ой, в районе асфальтика я коснусь. Вот сейчас. Оп. Тык-тык-тык-тык-тык. И сейчас на асфальтик. О, как мягенько получилось. Все, сейчас подъедем к ангару. Наше любимое развлечение. Подъезд к ангару. Надо обязательно проверить тормоза. Потому что на принцессе как-то было очень веселое дело. Отказали тормоза. И мои друзья пытались врезаться в деревьях. Вот. Останавливаемся. Видите, я даже крыло не положил на землю. Не уронил. Вот сейчас только положил на землю крылышко. Куда, куда хотел. Это тоже небольшая тренировочка мастерства. Потому что потихонечку. Естественно, я не подъезжал к ангару так сразу. Лихо. Я по чуть-чуть. Чуть-чуть. И сейчас могу вот так. А вот это подлые мухи. Вот они. Посмотрите. Вот как выглядит эта шняга. Которые полностью залепили наше крыло. Ну а мы полетали замечательно. Первый день после веселья. Очень все позитивно. Погода, конечно, дрянь. Но что делать? Не природы, нет плохой погоды. Ее просто не умеют правильно использовать. До новых встреч, глубоковажаемые любители ледных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова